Как будут отдыхать в Карелии? Загородный отдых европейского уровня развивается в Лагденповском районе. Там открываются новые привлекательные места отдыха для туристов. Турбаза с необычным названием «Хаусбот Ковчег» пришвартована к живописному берегу Ладожского озера. Это плавучий дом-гостиница на 12 человек. Подобные виды отдыха на природе невероятно популярны в Голландии. У карельских хаусботов есть все шансы привлечь туристов на свои уютные палубы, уверен начинающий бизнесмен Олег Пузов. Олег – заместитель главного врача в Сартовальской больнице. В прошлом году он осуществил свою давнюю мечту – вместе с братом построил плавучий дом, свой первый бизнес. Архитектура и дизайн турбазы на воде – полностью его идея, почерпнутая из глянцевых журналов. Первых гостей хаусбот принял в июле 2017-го. Я смотрел хаусбот в Голландии. Там это очень распространено, там очень интересно. Есть дома, есть самоходные, есть несамоходные, есть довольно-таки большие. Вот мне как раз понравился там один из проектов в Голландии, как раз с открытой верхней палубой Flybridge. В принципе, этот проект я и хотел реализовать. И спроектировал дом так, чтобы обязательно была открытая верхняя палуба. Важно, что хаусботы не наносят вред окружающей среде. В плавучей гостинице бизнесмена установлена современная шведская система сбора грязных стоков. Почетным гостем дома корабля стал глава карелии Артур Парфенчиков. Идея ему сразу понравилась. Он предложил варианты развития малого бизнеса и откликнулся на просьбу Олега Пузова помочь в переводе земель из лесного фонда в земли рекреационного назначения для его будущих проектов. Бизнесмен собирается построить еще два хаусбота и пришвартовать поблизости. Затем глава осмотрел внутреннее убранство необычного гостевого дома заглянул в спальные комнаты и поднялся на веранду, с которой открывается вид на скалистые берега Ладожского озера. Условия хорошие. Честно говоря, с точки зрения того, что даже человек приезжает, кухня есть, в принципе, привез с собой продукты. Шашлык можно сделать, рыбку пожарить, можно рыбку половить, пожалуйста. Сауна есть. В общем-то, ничего не нужно. Сейчас дорогу сделаю. Два с половиной часа из Петербурга, и ты здесь поплавал. Еще один вид туристического отдыха на Ладоге – загородный комплекс с гостевыми коттеджами из дерева и камня. Парк-отель «Сорола Вилледж» тоже расположен на берегу озера. Украшает территорию турбазы небольшой кедровый сад. Осматривая территорию, глава Карелии предложил обустроить здесь сквер и высадить саженцы карельской березы. Их можно приобрести в питомнике Карельского научного центра РАН. Вы покупаете, и вы уже точно знаете, что вы можете посадить там какую-то рощицу карельские березы, да, уже где-то написать. Люди будут даже приезжать, смотреть на карельские березы. Это интересно. В окрестностях обеих турбаз – очаровывающая карельская природа. Здесь можно покататься на лодках, половить рыбу, взобраться на Змеиную гору. Для туристов организуют конные прогулки и занятия скандинавской ходьбой. Теперь отдых на берегу Ладоги, благодаря местным бизнесменам, приближается к европейскому уровню. Это, безусловно, повышает туристическую привлекательность Карелии и способствует развитию малого бизнеса в республике.